Я ей говорила, что год ждать его из армии, и непонятно, у вас что там получится, не получится. Я ей говорила, что год ждать его из армии, и непонятно, у вас что там получится, не получится. Какой-то материнский инстинкт проснулся. Это как-то глупо может случиться, но... Всем привет, моя хорошая, с вами Кеймери, и сегодня я снимаю для вас очередной мук-банк. Как это все аппетитно выглядит, я поняла, что мне нужно купить большую тарелку. Потому что в эту тарелку у меня ничего не умещалось, здесь было намного больше вот этой вот капустки, но пришлось взять минимальное количество, потому что ничего не помещается. Также соусы пришлось сюда вот положить. Пока что как-нибудь вот так вот, но уже на дальнейшее надо что-то думать. Здесь у меня грибочки консервированные за шампиньоном. Обожаю их просто. И самое главное, король-королей, вам наверное здесь даже не видно, вот так вот вам будет видно, это семга. Я ее пробую не первый раз, очень люблю эту рыбу. Вообще красная рыба, это любовь, просто любовь. Очень вкусно, она очень полезная. И еще эта рыба мне напоминает как раз таки роллы. Все ассоциируется с роллами. Я здесь приготовила наш араб. Макаю и едим. Здесь еще цветная капуста. И знаете, она не переваренная. Я люблю именно цветную капусту, когда она еще вот жесткая. Просто идеальное сочетание. Моя любимая фраза. Это нереально вкусно. Я подумала, что нужно какое-то разнообразие внести. Была сегодня в супермаркете. Управо. Ходила, ходила и потом вспомнила. Можно же все, могу снять. Как раз интересно. Как раз такое не было. Может вот это убрать, чтобы вам видно было лучше. Еле уместила в тарелке. Как я приготовила. Сейчас вкратце вам расскажу. Я обильно полила семку. Лимоном. Очень хорошенько полила. Добавила соль, перец. И начала жарить. Вообще, я думаю, впредь. Все, что я буду снимать, я буду сама готовить. Когда я готовила эту семку, я получила какое-то, знаете, удовольствие. У меня резко, знаете, какой-то материнский инстинкт проснулся. Это как-то глупо может звучать, но... Я буквально за 15 минут, ну ладно, за 20, все это приготовила. Я поняла, что это, в принципе, не затратно в плане времени. В плане денег, я вам так скажу, рыбка это очень дорогая. Я ее купила за 33 моната. На мой взгляд, дороговато. В других местах я видела за 35. Ну, это за килограмм. В этом кусочке 600 грамм. Я взяла таких два кусочка. Один для своего видео. Второй для домашних. Им тоже пожарила. Огурчики какие там классные были. Вообще, в Браво очень хорошие цены. Абсолютно искренне вам это говорю. Ой, да. Там была акция на шоколадки Альпин Гольд. Они стоили по одному монату. Учитывая, что обычно в магазинах эти же шоколадки стоят по монат 70. Очень выгодно. Я сразу сделала инстасторис. И выложила в свой инстаграм, чтобы вы тоже успели. А то вот я, например, в видео говорю. А видео может выйти через неделю. Такое тоже бывает у меня. Вот. А через неделю, может быть, этой акции и не будет. И получается, моя информация для вас даже не стала актуальной. Поэтому я стараюсь такие какие-то важные вещи к вы видите мне на своем инстаграме. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Рыбка божественная. Очень вкусно получилось. Также, кстати, в супермаркете увидела мальчика лет 7. Нет, не 7. Лет, наверное, 10. Он был с отцом. Отец что-то выбирал, а он вот как раз таки с этой тележкой туда-сюда. И потом так получилось, что наши тележки с ним чуть не столкнулись. И он убрал свою тележку. И мне такой говорит в очень вежливой форме Прошу, говорит, проходите. Как будто ему не 10 лет, а 25. И воспитание у него на высшем уровне. То есть, знаете, вроде маленький мальчик, но в нем живет уже мужчина такой. Причем такой культурный мужчина. Так смотришь на него, прям одет такой с иголочки. Такой культурный. Я вам всегда говорила, да, мне девочки нравятся маленькие. Когда я вижу маленьких девочек, я прям таю. Но посмотрев на него, я поняла, что я хочу и сына тоже. Я хотела ему сказать, что если у меня будет сын, он будет такой, как ты. Еще вчера целый день ходила по магазинам. Выбирала себе куртку, там сапожки, зимние какие-то вещи. А потом такая подумала, в принципе, можно было для вас влог снять. Как я иду по магазинам, как я выбираю. Но я не знаю, вам будет интересно или нет. Пишите обязательно в комментариях, стоит ли снимать, когда я буду брать себе куртку. Курток много, но по душе, чтобы была, найти тяжело. Везде мне что-то не нравится, не знаю, фасончик не нравится. Я хочу себе балахонистую, такую большую куртку. Потому что я обычно ношу что-то спортивное, кроссовки, джинсы какие-то, знаете, свитшоты. Вот. А совсем вот этим вот, на мой взгляд, не подойдет, например, шуба или что-то такое. И у меня мама говорит, что тебе уже не по возрасту эти кроссовки. Начинай одеваться в классическом стиле. Вот на этот счет мы очень часто с мамой ругаемся. Я не понимаю, если мне стукнуло 20, это не значит, что я уже должна одеваться, не знаю, как взрослый человек. Если в душе я 16-летняя девочка. Мне нравятся какие-то, знаете, джинсовые юбочки. Потом, не знаю, какой-то рюкзак. Как-то по-современному. А мама считает, что все, у меня уже есть 20 лет. Уже пора становиться серьезным человеком. Особенно с моим хобби. Очень серьезный человек. Совсем забыла. Баррика. А? Я снимаю. Снимаешь сейчас? А, да. Леш, скорее всего, вода же идет. Это что? Это что? А как понять, что он работает? Он работает? Он сейчас работает, да. Но как понять, что он работает? Он только на что нужен? Только на радиаторы? И давайте немножко поотвечаю в конце на ваши вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Первый вопрос. Дождалась парня из армии? Конечно же, да. Но у меня не было такого опыта. Но у моей подруги, кстати, был такой опыт, что она ждала парня из армии. И получается, что они познакомились. И буквально где-то через месяц он должен был уходить в армию. Я ее отговаривала, что зачем тебе его ждать в течение этого месяца. Вы толком-то и нормально не общались. То есть это бессмысленно. Они за этот месяц сто раз ругались. Там у них было недопонимание и так далее. Я ей говорила, что год ждать его из армии, и непонятно, у вас еще там получится, не получится. Не стоит. Но она не послушалась меня и ждала. Потом в результате он приехал. Он служил не в Баку, но в общем он приехал. И они расстались. Получается, она попусту его ждала год. Вот. Поэтому это смотря кого ждать. Если бы я была бы знакома с парнем месяц, и через месяц он уходил бы в армию, то, скорее всего, я бы его не ждала. Как бы мне он не нравился. Другое дело, например, мой парень уезжает учиться за границу. Я бы со стопроцентной уверенностью ждала. Потому что армия это немножко другое. Ты не можешь с ним общаться, не можешь ему звонить и так далее. То есть расставание, в принципе, это не проблема. Проблема в том, что вы не общаетесь и не знаете друг друга. И просто ждать вот так вот годы своей жизни это глупо. Причем, знаете, у подруги ситуация еще такая неприятная была. Он и до этого, они месяц общались, и за этот месяц он столько всего набрал. Начинает от каких-то мелочей, заканчивая какими-то глобальными вещами. И все равно хотел, чтобы она его ждала. Она очень хорошая была. Была и весь. Вот. Если отвечать на этот вопрос, то я бы ждала, если у нас были бы уже крепкие отношения. Вот так вот. Огурчик в этот раз очень вкусно. Такой нежно-нежный. Оцени свою внешность по десятибальной шкале. Я думаю, что где-то семерочку мне можно дать. Может, шестерочку, но не знаю. Сосед, но не надо. Сосед начинает пилить что-то. Давайте вот так вот положу, чтобы вам было видно тарелочку. Я обожаю, когда блогер снимает мукбанг. И вот прям сблизи, чтобы я прям все видел. Вот я снимала для вас лазанью, и когда я монтировала, я так смотрю видео. Прям так задали, да? Непонятно, что ешь, как ешь. А я люблю именно вот такой вот ракурс, чтобы прям видно было, какую часть рыбки ты берешь. Обожаю. Тебя все устраивает в себе или хочешь что-то поменять? До момента снятия видео для YouTube меня абсолютно устраивали мои черты лица. И у меня не было никаких комплексов. Но иногда я вижу в комментариях, что мне пишут, что у меня не очень красивый нос. Но по идее я всю жизнь считала, что у меня очень хороший нос, маленький. Правда, он не идеальный. То есть если говорить про идеальный нос, то он должен вот так вот вверх смотреть, а он у меня вот прям прямой, да, какой-то. Вот. Вот у меня носик. Вот. Но иногда я встречаю комментарии, что вот у тебя ужасный нос, у тебя ужасные черты лица. Фу. У меня нету такого, знаете, я прочитала и пошла дальше. То есть пишут и пишут. К черту, да? Ой, завидуют мне. Я все равно прислушиваюсь, присматриваюсь к себе. Уже в следующий раз, когда монтирую видео, обращаю внимание, действительно ли у меня такой ужасный нос, или черты характера, характера, черты лица. Грибочки. Здесь было 600 грамм рыбы. Не просто рыба, а божественная рыба. Возвращаясь к вопросу, я всегда отхожу от вопроса, что бы я хотела в себе изменить, я бы хотела пойти в спортзал. Меня устраивает моя фигура, даже более, но с возрастом, мне кажется, все равно тело становится каким-то рыхлым. Думаю, что после 25 надо ходить в спортзал. Можно даже и раньше, можно даже и сейчас начать. Наверное, все меня будут спрашивать, почему цветная капуста такого цвета. Мне просто было скучно, я добавила зеленый краситель. Платье или джинсы? Однозначно, джинсы. Я очень редко ношу платье, потому что мне как-то некомфортно в них. Мне кажется, что когда я сажусь, это выглядит как-то не очень красиво. Длинные платья мне вообще не нравятся. В большинстве случаев не нравятся. Короткие платья. Постоянно нужно смотреть, как ты села, когда ты идешь, что-то поднимается или нет. В общем, мороки до хрена. Двоюрдный брат у нас. То есть я уже начала снимать на тот момент, когда он пришел. Поэтому сейчас то сниму и пойду с ним пить чай. С какими-нибудь круассанчиками. Если у меня еще что-то поместится. Хороший вопрос. Быть всегда сытым, но толстым, или голодным, но с идеальной фигурой? Наверное, быть всегда сытым, но пусть даже полненьким. Я не могу отказать себе в еде. Я очень люблю вкусно поесть. И я получаю от этого кайф. Одно дело, знаете, на диете посидеть, а другое дело, всю жизнь придерживаться каких-то норм, как делают, знаете, некоторые модели. Например, часто вижу там какие-то интервью и так далее. И девушки говорят, ой, я себе не могу позволить фастфуд. Если только в месяц один раз. Для меня это неприемлемо. Я лучше посижу на диете, похудею. Похудею даже на 3 килограмма больше, чем мне надо. А потом потихонечку буду набирать эти килограммы. Ну, чтобы всю жизнь отказываться от любимой еды. Это тяжело. Это... Это не по мне. Это не жизнь. Это очень тяжело. Последний кусочек рыбки. Здесь я уже поду руками. На камере садится зарядка. Если концовки не будет, я уже с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка на фобоксе. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Если вы тоже любите покушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok